Зульфия Закирова из села Ханнабад Зангятинского района Ташкентской области потеряла во время Второй мировой войны всех пятерых сыновей. Четыре ее невестки овдовели, а пять внуков осиротели. По инициативе главы государства в столичном парке победы в честь Зульфии Закировой, ее сыновей, героев и невесток установлен величественный памятник ода стойкости. Сегодня же по случаю знаменательной даты в городе Нуравшане состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного Зульфии Закировой и ее семье. Мир, свобода, возможность реализовывать свои планы, растить детей, вносить достойный вклад в волну созидания, которая делает страну еще краше, а нас счастливее. Все это у нас есть, и мы уверенно смотрим в будущее, не забывая, впрочем, о прошлом, отдавая дань уважения тем, кто боролся со злом и не задумываясь, выполняя свой священный долг перед Отечеством, отдал свою жизнь во имя спокойствия на родной земле, во имя своих детей, народа, который помнит и чтит, на их героизме воспитывает последующие поколения, учат ценить великий дар, саму жизнь, человека, его честь и достоинство. И каждое мгновение отпечатывает на страницах истории смелость наших соотечественников, напоминая о главном, безоблачном небе над головой, за что свои головы сложили и около 40 тысяч, и отправившись на фронт из Ташкентской области в те далекие сорковые, более 200 тысяч человек. Более полутора тысяч эвакуированных из других республик детей были приняты нашими соотечественниками из данного региона. Нет такой семьи, которые бы обошли стороной боль и страдания, лишения тех лет. Но наш народ выстоял, благодаря своей воле, сплоченности, силе духа. Мы не только помним, но и стараемся быть достойными продолжателями их дел, творя добро, созидая, воплощая в жизнь надежды и мечты наших предков. Потому каждый памятник или же экспонат не только дорог каждому сердцу, но и служит воспитанию подрастающего молодого поколения в духе патриотизма, беззаветной любви к родине. В годы независимости, во время боевых столкновений с террористами, защищая суверенитет нашей страны, ее спокойствие, погибли 67 настоящих героев из столичного региона. Мы отдаем дань уважения памяти тех, кто сложил свои головы ради свободы на этой благословенной земле, и чествуем живых свидетелей военной поры. Все это сегодня приобретает еще более значимый характер, укрепляя свое объединяющее начало. По инициативе президента на местах создаются парки, мемориалы, площади памяти и музеи, чтобы ничто не оставалось на периферии нашего внимания, а стало неотъемлемой частью духовной жизни, которая продолжается и наполняется новым дыханием. Ко дню памяти и почести приурочили открытие в городе Нуравшане мемориального комплекса. О достойкости. Она олицетворяет нашу родину, ведь монумент отражает не абстрактные художественные образы, а реальную историю. Настоящий героизм Зульфии Закировой из поселка Ханабад Зангиатинского района, которую не согнул жестокий удар судьбы. Подвиг этой женщины и ее семьи восхищает и свидетельствует об огромной силе нашего народа. После смерти мужа она одна воспитывала пятерых сыновей и дочь. В годы Второй мировой войны героически погибли все ее отважные сыновья. Но боль и страдания не согнули ее, выстоявшие перед лицом немыслимой беды. Овдовели четыре невестки, осиротели пятеро внуков. До последнего своего вздоха она терпеливо переносила все выпавшие на ее доли испытания, желая лишь память о своих сыновьях-героях, заботами и радостями невесток и внуков, родной страны. А добрые и любящие невестки, следуя ее примеру и поддерживая во всем, остались верными своим супругам и семье. В образе Зульфии Закировой до конца жизни с болью и тоской, ставшие возвращение с войны пятерых своих сыновей, отражение лучших человеческих качеств. Об этом говорили участники торжественного открытия мемориального комплекса, среди которых представители местной администрации, военнослужащие, правоохранительных органов, творческой интеллигенции, ветеранов, молодежи, широкой общественности, которые возложили венки к подножию монумента. Почему Матонат Матхеса? Потому что любая женщина, если она не имеет чувства гордости, силы воли и отважности, она просто не будет в своей десятматеринской любовь. Зульфия Ая, она символ патриотизма, символ преданности Родины. На более чем одном гектаре площадей территории Нуравшон Бизнес-Сити создан парк с размещением около ста видов саженцев, деревьев и цветов. Семь тысяч квадратных метров покрыли газоном. От пролегающего поблизости канала Тошкент протянули без малого двухкилометровую бетонную ирригационную сеть и построили водосберегающую растительную систему. На строительные и благоустроительные работы в общей сложности было направлено 4 миллиарда 800 миллионов сумм. Я правну Зульфии Закировой. О ней можно рассказывать бесконечно. Был такая обаятельная, красивейшая, самая хрупкая женщина была, но твердая рука, справедливая самое главное, понимаете? Пять сыновые воспитывать, жить среди них. И среди них было 4 невестки. У каждой по одной, по две ребенка были. Представляете, во время войны голод, холод, безработица, нечем было кушать, но в это время они жили. Наш президент Шаукан Мураман Мерзиев отдельное внимание делали на нашу семью. Вот такое большое монумент открыли. Тут я стою сейчас среди них. Вот смотри, столько людей, большое внимание. Но я стараюсь быть достойным. Конечно, достойным стараюсь и своих детей к этому учу. Несомненно, монумент в Нур-Авшане станет символом таких вечных ценностей, как семья, любовь и верность. Примером самоотверженности, мужества, высокого человеческого достоинства. Став еще одним адресом притяжения и духовно-нравственного воспитания. Примером самоотверженности, мужества, высокого человеческого достоинства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова